Я плач-убийц. Расстройство воров. Он ждал этих съёмок пять лет с того самого момента, когда объявил о закрытии телевизионного юмористического шоу «Городок». Я ужас убью! Ну что, Супермен, досмотрел все фильмы, сам решил вершить правосудие? А то ли есть тишина? Этот день настал. Юрий Стоянов снимается в пилотной серии нового телевизионного юмористического шоу. Там готовность уже... 15 минут, а у нас 5. Я Николаевич очень благодатный актёр. У меня лицо артиста с неопределённой внешностью. Артист с неопределённой внешностью, сказал маститый режиссёр о молодом Стоянове. Юрий услышал в этих словах приговор, а он обернулся счастливым пророчеством. Юра, ты великий артист. Просто великий. В тебе живёт огромное количество людей. Его талант именно взорвался вот в таких ярко-комедийных образах. Он не очень весёлый такой был. И потом, когда мы снимали у Тиграна, там тоже не совсем весёлая роль такая. Не тот Стоянов, который мы видим в городке. И у Юры это его и счастье, и беда городок. И счастье, и беда. Самый главный критерий – это зрительская любовь. И вот он народным стал до того, как получил звание народного. Они два человека, которые пришли к этой популярности очень поздно, и они знали ей цену. Хотелось, конечно, пораньше. Хотелось побольше, поярче. Хозе, на меня. И Арас, 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 два, три. Левый, левый. На меня, красиво. Я не понял, почему у нас там два Хозе? Вы ещё карман не видели. Один не справится. Пошла карман! Семидесятые годы прошлого столетия. Ленинградский Большой Драматический Театр ПДТ без преувеличения – лучший театр страны. Это была невероятная удача. Его, выпускника Московского театрального вуза, пригласили в прославленный театр, которым руководил признанный гений – Георгий Александрович Товстоногов. А труппа, куда ни глянь, одни таланты. А здесь был заменитый случай, когда Кирилл Юрьевич Лавров, он однажды, когда Ленина играл, как китайские игрушки есть, говорящие, говорящие Ленине. «Товарищи, а-ха-ха! Товарищи, а-ха-ха! Товарищи, а-ха-ха!» «Дорогой мой Вильгельм, допожу до вашего сведения!» «Ха-ха-ха!» А мы заряжались вон там, в фойе театра. Мы должны оттуда все идти сюда, в зал с плакатами. И вдруг он говорит, «Товарищи матрёсы! Солдаты!» Огромная пауза, говорит, «И альтисты!» И нам конец, и «Интернационал» звучит, и рядом идёт кто-то и поёт, «А также их родители! Историю послушать не хотите ли!» «Там-пам-пам-пам-пам-пам!» Какой-то занавес красивый. Я могу рассказывать это часами, потому что у меня очень хорошая память на всё смешное и грустное. О грустном ещё успеем. Для начала о смешном. Для этого отправимся в городок. От БДТ рукой подать, как оказалось. Вот это набережная реки Фонтанки, дом 26, где почти всё время просуществовал городок. О, мой Бог! Фонтанка, 26! Мадефакер! Не было здесь никаких решёток. Открытые были ворота. Вот этот полуподвал. Давайте. Я не знаю, что здесь. У меня очень много лет здесь не было. Ну, попробуем, да? Попробуем, не знаю. А где... А где... Хорошо. Вот тут очень много лет я провёл. Сутками, ночами. Я посчитал, что я провёл в этой аппаратной 4 года, если не выходить из неё. Вот не выходить. Вся жизнь замкнулась. В этих трёх стенах четвёртую снесли. Мы нигде не бываем. Мы ничего не видим. Мы не общаемся с людьми. Я... Я совершенно не в контексте. Я не знаю, что творится вокруг. В этом полуподвале начинался и жил почти 20 лет легендарный «Городок». Юмористический сериал, целевой аудиторией которого стала вся страна. Выходы и входы всегда только в эту дверь. В любом сюжете. О! Привет, сосед. Здорово. Вася Джам, помоги там, а. Привет. Что случилось? Толик! 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 А где Толик? Кто-то знает, где Толик. Если кого-то догоняют, бьют, или кто-то выходит из этой арки, всё снималось? Вот две арки. Всё. Здравствуйте. Сегодня мы по просьбе наших телезрителей проводим журналистское расследование. Вы желаете немного отдохнуть и развлечься? На этом кусочке мы сняли невероятное количество сюжетов. Невероятное. Вот именно вот в этом уголке. Потому что оно очень знаковое такое место и визуально. И я тешу себя надеждой, что ты наконец-то поймёшь, зачем нужен тотальный контроль над телевидением, Толя. Мы баловались, мы получали наслаждение. У меня было чувство невероятной радости. Мы наслаждались тем, что мы делали. Знаете, как совпало? Освобождается страна, и в твою жизнь приходит полная свобода. Абсолютно. Вот мы со страной прошли один путь. Весной 1993-го в эфире появился первый выпуск народной программы «Городок». И два до то ли никому неизвестных и не самых молодых артиста проснулись знаменитыми. Почему путь Юрия Стоянова к настоящему актёрскому успеху был таким незаслуженно долгим, неоправданно трудным, ухабов столько откуда? Начнём сначала. Юра Стоянов, он мой однокурсник, моё поколение, мой призыв. Юра был самый младший. Ему было вот-вот-вот прям вот тёпленький, как пирожок с противня. Только-только со школьной скамьи экзамены сдал. Я думаю, что я аттестат ещё не получил, а уже с гитарой, в чарном костюме. Он был красивый, красавец, худой, стоял в сквере ГИТИСа. Он хотел быть только артистом. И, несмотря на протесты родителей, после школы поехал поступать в Москву. И конкретно в Государственный институт театрального искусства. Я вообще не рассматривал никакого другого города. И никакого другого вуза, между прочим, кроме ГИТИСа. Ну, вот это одескость моя была, что в названии этого вуза единственного есть слово «институт». Потому что все остальные училища. Я не представлял, как я приеду в Одессу, и мне скажут, Юрий, что в Одессе БТУ нет? Нельзя было поступить. Что за училище? А школа-студия МХАТ вообще школа. Это я даже в ту сторону не смотрел. Он приехал счастливым человеком, благополучным, удачливым. На нем не было даже тени невезения, каких-то заблуждений. Он знал, что он едет в Москву поступать в театральный вуз. Его примут, он будет учиться, и все у него будет в порядке. Прозу читал Гоголя, стихи читал Пушкина. «Желание славы» я читал. А я читал, потому что я помню, как мой одноклассник очень смешно читал эти стихи. Он их читал в 10-м классе, говорит, такие стихи, Юрик, я чисто плакал. Он чисто плакал. Я читал. Пушкин, это наше... Это действительно все, понимаешь? Это наше все. В смысле, когда любовью неопоенной, безмолвно, там, пред тобой колено преклоненной. Я на тебя глядел и думал, ты моя. А ты знаешь, милая, желал ли славы я? Ты знаешь, удален от ветреного света, скучая суетным прозванием поэта, устав от долгих буй, я вовсе не внимал жужжанию дальним упреков и похвал. Могли меня, мол, вы тревожить приговоры, когда склонив там мид сильные взоры. И руку на голову, мне тихо наложив, шептала ты, скажи, ты любишь? Ты счастлив? Другую, как меня, любить не боишь? Ты никогда, мой друг, меня не позабудешь? Вот так он читал стихи. Но я читал иначе. Жили мы душа в душу. И когда к нему привозили, а ему присылали много посылок, и с сухим вином, и с булками, и с колбасой, он жил очень неплохо. Ну, естественно, мы подкармливались, подъедали из его коробочки. Все это было очень даже неплохо. Ой, хорошо. Ну, хорошо, хорошо. Поели чуток, подкрепили силы немножко. Теперь можно перекурить. Извините, вообще-то у меня здесь не курят. Да? Да. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Ну, тогда что? Тогда будем есть без перекуров. Его приглашает Товстоногов в Большой драматический театр сразу на роль. А меня Петр Фоменко приглашает в театр комедии на главную роль старика. Понимаете? И мы оказываемся в Петербурге. Стоянова пригласили на одну из главных ролей в спектакле «Телевизионные помехи». Он ее, по признанию самого артиста, с треском провалит. Это случится чуть позже. А пока он с молодой женой и новорожденным сыном появляется в Ленинграде. Вот здесь было общежитие театра. Там такая была огромная актерская коммуналка. Из нее был виден всегда свет вот в этих окошках. Вон там лампа горит. Это окна Георгия Саныча Товстоногова, его кабинета. Здесь кабинет Завлита. И там кабинет с заведующей труппой. Сначала был такой Валериан Иванович. В первый же день моей официальной работы я иду с коляской. И на встречу въезжает тогда еще Волга, а не Мерседес, с Георгием Санычем Товстоноговым. Он так смотрит на меня и говорит, ну куда, Юра? Я говорю, с ребенком погулять. Был ударенный. Я говорю, да. Хорошие прогулки. И я гулял полтора часа вместо репетиции. Я просто забыл. И потом на встречу идет этот Валериан Иванович. На встречу мне идет. Я говорю, здрасте, Валериан Иванович. Он говорит, минус 40. И прошел мимо. Я не мог понять, что это такое. Минус 40 рублей. Премия. Должна была быть премия. Он преподнес урок. Был ударенный. Товстоногов преподаст Юрию Стоянову много горьких уроков. И после первой неудачи не даст ему ни одной роли, в которой тот мог проявить себя. Хотя в самом начале планы на молодого артиста имел серьезные. Это, конечно, икона. Павел Борисович Луспекаем. Безусловно. Это абсолютно... Ну, таких актеров не было, нет и не будет. Совершенно штучный человек, ни на кого не похожий. Звериной органики. Какой-то невероятной совершенно. Правды. И вот из-за этого человека, которого уже не было в живых, когда я пришел в театр, абсолютно парадоксальным образом, я считаю, у меня не сложилось вначале все в театре. Вот из-за этого моего любимого артиста. Я вам расскажу, почему. Случилось это еще на показе, когда главный режиссер смотрел студенческие работы выпускников ГИТИСа. Я краем глаза увидел, когда мы показывались, что Товстоногов встал и сказал страшную фразу абсолютно для меня. Другой бы считал это страшным комплиментом. Он сказал, это второй Паша Луспекаем. Проблема в том, что не бывает второго Паши. Такой артист может быть только один. А есть ее расстояние. И это вызвало большие ожидания ко мне. Опять, опять, опять какая-то сволочь. Мне веревку поперек лестницы натянуло. Я же все ступеньки пересчитал. Выбиваю вот все. Неужели никто, и он сам в том числе, не чувствовали комедийной природы его дарования? Нет, я это знал. Но я внешне абсолютно этому не соответствовал. Мне бог не дал смешной внешности, какого-то очевидного запоминающегося изъяна, который приветствовался в этой профессии всегда. Можно бы я сразу был комедийным артистом? Да, тут я. Где-то вот Модест. А дед мой говорил, не надо тебе в артисты, уродств в тебе не хватает, он говорил. Я не был героем вот социальным таким. Но внешне симпатичный, смазливый парень. С такой, как бы сейчас сказали, внешностью такой риэлторской. Когда же это прекратится? Я член общества охраны памятников. А вы вот с этой, со своей рекламой, товарищ Гаврилов, портите исторический облик города. Какой я тебе, товарищ? Я чего, похож на риэлтора? Но театр не может учитывать сложную природу, до конца не понятую самим артистом. Вот роль. Вперед. Делай ее смешной. Кое угодно делай. Делай. И он делал все, что мог, в своих многочисленных эпизодах и ролях без слов. Ну, вот я вам расскажу такой эпизод. Вот у него одна из первых ролей в БДТ, там, в Петербурге. Он стоит в массовке. Это не роль. Молодой Юра Стоянов. Спектакль «Тихий дон». Первая сцена, открывается занавес, общий вагон, едет через дон. Значит, он себе придумал какой-то образ, такого еврейчика. Какие-то пейсы себе приладил, круглые очечки. И вот он не просто стоял, он стоял в образе такого еврея стоял. И первая фраза, значит, этот казак стоит и говорит «Дон, батюшка!». И вот Юра на премьере за две секунды до того, как тот должен сказать «Дон, батюшка!» тихим голосом, у него по духам, в этом образе говорит «Скажите, а что это за река?». И бедный казак давится этим «Дон, батюшка!». А говорить-то надо. Да, драматическое искусство – это хорошо. Но вы понимаете, если у него уже статистом сидел вот это, сидело это ерничество. Таких смешных эпизодов на сцене и за кулисами БДТ было множество. И он, и его друзья рассказывают их весело, с удовольствием. Но все песни, написанные Стояновым в то время, почему-то грустные. «Я не Лир, не Гамлет, не Горенин, на ролях не притупил язык. Извините к вам, товарищ Ленин, там пришел какой-то часовщик». Мне кажется, Георгий Александрович, который привык выдерживать актеров, как хорошее вино в подвале, а потом и вовсе, вот здесь он немножко передержал. Он всех так 3-4-5 лет, в общем, притормаживал, чтобы у человека появилась энергия и желание абсолютное что-то сделать. Поэтому притормаживал, вот так многих, и меня в том числе в свое время. Ну, вот с Юрой немножечко дольше, чем надо. Как раньше рассматривали распределение ролей? Ну, допустим, где-то здесь вывешивалось. Да, конечно. Раньше, вот тут. И вот подходили все люди, а поскольку вот есть список, главный исполнитель, там, тадая, 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 тадая. И для того, чтобы увидеть себя, была, если большая толпа, или подпрыгнуть, или очень сверху, или подождать, пока все разойдутся, поскольку ты в самом грузу. Матросы, солдаты, проститутки, вот там все. Даже выходили с ним вдвоем в маленьком эпизоде в спектакле «Оптимистическая трагедия» двух пленных офицеров играли. У него вообще слов не было. Он немой был. А я, значит, там несколько, две-три фразы говорил. И нас пах! И надо было падать. И вот в момент падения он говорит, падай лицом ко мне, поговорить есть о чем. И вот бах! Мы падали и лежали. И лежим. А он говорит, слушай, вот я помню, мы с Пашкой воспекаем, это год 62-й, нет, не 62-й, какой же год? А здесь у нас минут 15 надо лежать, потому что за это время предательство, любовь, переформирование отряда. А здесь своя жизнь параллельная. Я говорю, я сейчас умру от смеха. У меня чешется очень. Он говорит, ну, конвульсию легкую дай. И опять. Ну, типа, и все смысл, что же произошло-то? Ну, последнее. Ну, бывает же у человека такое, когда он умирает. Умирает. Это происходило вот здесь вот. Ну, когда-то давно я жила в Одессе и поступала после школы в театральный институт. И вот как раз первый год я не поступила. И мама сказала, ну, раз такое дело, надо тебе получить нормальную профессию. И я поступила в Одесское педучилище. И сразу же у меня начались съемки на Одесской киностудии. В училище это всем не понравилось. Что я снимаюсь, что я не хожу на занятия. И Евгения Леонидовна Стоянова тогда была, директор педучилища. Она меня вызвала к себе и сказала, ну, куда ты пойдешь, деточка? Вот что ты собираешься делать в этой жизни? Я говорю, как? Я в артистке собираюсь. И только в артистке. Ну, она мне на это сказала, ну, что ж. У меня сын тоже артист. Вот сидит в Ленинграде. Ничего не делает. Беда какая-то. И однажды мы с ним встретились на фонтанке. А я был тогда пьющий, взбалмошный, какой-то никудышный. И тем не менее, он всегда со мной общался. Он никогда не презирал меня. Он не брезговал мной. Мы с ним встретились. И как-то он очень легко и так же иронично, глядя на рябь воды в фонтанке, говорит, что-то как-то у меня не складывается в ВДТ. Слушайте, здесь каждый сантиметр палит актерской кровью, актерскими слезами. Здесь витают духи счастливых и несчастных артистов. Это огромное кладбище самолюбии и олимпы. И все, что угодно, и все это помещается в этом пространстве. В этом пространстве не помещалась только артистическая судьба Юрия Стоянова. Он проработал в ВДТ 18 сезонов. И все эти 18 сезонов он не играл. Любовь, ревность, дружбу, вероломство он не играл. Лишь иногда подыгрывал на своей гитаре любви, ревности, дружбе и вероломству тоже. Я очень много лет ничего не играл. Ну, так... Мальчик с гитарой. От которого все время что-то ждут. Он научился играть на гитаре виртуозно. Виртуозно. Он же, когда он пришел, ну, тренд-брын делал. И вот эксплуатация была, понимаете, вначале приятна. Во всех спектаклях, где надо, чтобы звучала гитарная музыка, Юра был занят. Не тревожьте солдат, Ну, а я здесь при чем? Мне в открытый ок И от солнца ручье Ну, и когда последний раз, когда он увидел распределение ролей, человек с гитарой стоял, он ушел из театра. И сделал абсолютно правильно. Он нашел свою нишу. Ждал, 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 а потом ушел оттуда, там, где ждал. И всего, как бы, в городке он же сыграл практически вообще все-все-все. И городок – это, ну, его визитная карточка. Чего ты? Чего ты вылупился на меня? Доктор, а вот скажите, вот сразу же видно, что я больной? О, да. Это мое место, вы мне мешаете. А мне это по барабану. Слушайте, вы не подскажете, где улица Тупикова и 22? Вот это все требует такой полной жизни для того, чтобы воплощать все, что ты воплощаешь, этих разных людей. Это не маски. Ты изнутри просто совсем становишься другим. В вашей работе плюсов было значительно больше, чем минусов. Так, стараемся! Любите ли вы борщ? Что? Любите ли вы борщ? Так как я люблю его. Ба! Затащили. В тарелку. И давай расспрашивать. Тонда, Степ. Мучачес! Когда я уже уходил из театра, в 95-м, у меня был приятель, у которого был автосалон американских автомобилей. Я хотел уйти громко. Не очень интеллигентно. Я приезжал каждый день сюда на новом автомобиле. И выходили все народные артисты Советского Союза. Ну, что, Юрок, машина? Да вот думаю, брать это не брать. А? А это... Будь ты проклят. Тихо, значит, проходили мимо. А я так по колесам побью. И на следующий день. Бьюик, Кадиллак, Шевроле. Было дело. Ну, понты. Одесса пошла чуть-чуть. Есть город, который я вижу во сне. О, если бы знали, как дорог. У черного моря явившийся мне. В цветущих акациях город. 10 июля 1957 года в семье врача-гинеколога болгарского происхождения и строгой учительницы украинского языка и литературы родился первый и единственный ребенок. И было это в Одессе. Это не я сказал, а Михаил Михайлович Жванецкий, что народный промысел в Одессе, если где-то подносы, где-то литье, где-то глиняная игрушка или матрешка, то там народный промысел – это шутка. Но ценность одесской шутки не тогда, когда она вымучена и выдавлена из себя, потому что я одессит и от меня ее ждут, а когда она рождается у людей, которые не шутят, а потому что они так думают. То, как он шутит, то, с какой иронией он смотрит на себя, я думаю, самое главное – это ироническое отношение к себе и к жизни. Это очень одесская такая черта. В последнее время это одно из его любимых профессиональных занятий – читать с большим симфоническим оркестром сказки для детей. Алиса сидела со старшей сестрой на берегу и маялась. Делать ей было совершенно нечем. Аудитория благодарная, говорит артист. Алиса уныленно, скажем, но взад и вперед, пытаясь клянуть, как ей отсюда выбраться, как вдруг наткнулась на маленький стеклянный столик, на котором лежал крохотный, золотой ключ. Ключ! 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 А можно я вас фотографирую? Можно. Почему нет? Давайте. Тебе 7 лет? Ты уже в школу ходишь? Да. Ну, здорово. Классим, что в том, ты сможешь прочитать, что написал. Такой почерк, понимаешь? Сын врача. И еще. В детстве Юра Стоянов сказок явно не дочитал. Кабинет отца был одновременно и моей комнатой. Вот в этих хрущевских пятиэтажках. Его кабинет, он же моя спальня. Ну, я помню все названия до единой. Всех книг по гинекологии, которые были слева и справа от меня. А их было 1200. Не интересуетесь ли вы падшими женщинами, вынужденными в силу сложившихся обстоятельств, торговать своим телом? Ну, в общем. Ну, в общем, да. Да. Скажите, пожалуйста, а в каком объеме вы ими интересуетесь? Видите, я так, я говорю, в объеме, знаете, чтобы как у вас вот. Нет, я имел в виду, я имел в виду, какова должна быть сумма вознаграждения за оказанные услуги. Ну, так, долларов 50. Ну, для вас 100. Вы что, с ума сошли? А что? А что вы себе позволяете? Это социологический опрос. Я доцент университета. Да как? Да простите меня, ради бога, я ж не знал. Ну, я ж не знал, что вы доцент. Ну, ради бога, вы меня извините. Тогда, конечно, не 100, а 200. 200. Это было в 1990 году. Стоянову было 33, а Леникову 43 года. Встретились, чего уж там, два актера-неудачника, чтобы сняться в очередных эпизодах очередного неуспешного фильма. До городка оставалось три года. Сошлись они, естественно, на том, что у обоих день рождения. В один день именно как раз там на площадке они его отмечали. Он сразу, он когда взял наши два паспорта там на съемках, 10 июля, 10 июля, 57-й год, 47-й год. Место рождения Кишинев у другого Одесса. Ну, хорошо. Ау! 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 Как хорошо, что я вас встретил, вы себя не представляете. А уж я-то как рад. Да. Что-то произошло, на самом деле, в новогоднюю ночь, когда, да, пришел Стоянов, пришел Сережа Серебрянский, это папин близкий друг был. Они тянули немножечко и начали шалить и баловаться, сниматься на видеокамеру, сняли несколько, значит, каких-то сюжетов. Это было реально очень смешно. Это было такое, как бы, конечно, без купюр, вот. В общем, такое баловство, в котором отец увидел зерно пары до этого. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер. Добрый вечер, дамы и господа. Мы приважаем вас в наш городок. Ну, только встретился он с Олейниковым. Там много у него будет встреч питерских, которые вывернут его жизнь наизнанку. И он сядет на свой лимузин и помчится в этот наш отечественный телевизор во всех своих облачениях, образах, карикатурах. АПЛОДИСМЕНТЫ Давайте, 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 кому сколько не жалко. Кому сколько не жалко на искусство. Они друг другу помогли вскрыть в себе и реализовать все свои скрытые таланты, опыт накопленный, вот эту боль актерскую, которая была нереализованной, которая никак не могла найти отражение там во вкусах режиссеров. Два нереализованных гения нашли друг друга. Они били все рейтинги, которые возможны быть. Их смотрел народ, и сатира так растерялась после смены страны. И надо было придумывать какие-то другие жанры, которых у нас не было, которые не были апробированы, которые мы не знали. И то, что они в это прыгнули, они прыгнули одни из первых. Если не самые первые. Ну быстрее, ну что вы не понимаете, что важна каждая секунда дорога сейчас? Сергей Иванович! Сергей Иванович! Сергей Иванович! Что? Опоздали! Да! Да, буквально на минуту в морде нет ни одного свободного места. Ну, Викентий Васильевич, ну дорогой мой, ну я же звонил! Ну я же предупреждал! Ну мы договаривались как-то! Ну не одного, не одного, не одного. Ну что вы стоите? А что? Ну давайте теперь, идите! Идите! Готовьте операционную, давайте! Давайте! Все, таким операционным! Давайте! Анестезиолога вызовем в три часа ночи, давайте! Электрошок будем делать, аппарат вентиляции легкий подключаем, давайте! Всех вызовем, всех разбудим! Массажем сердце, переливаем крови, разбудим, давай! Я видела очень много людей, которые пытались подражать им или не подражать, просто делать анекдоты, но у них это получалось блистательно. И особенно дамские образы очень хорошо Юрию Николаевичу давались. Обязательно когда-нибудь наступит такое время, когда все ваши мечты осуществятся. Правда, все-все. Кроме, конечно, твоей Вовочка. Я играл женщин, пар-тройку разве, но когда я играл женщину, я брал как бы от Юрия Николаевича. Холодно, да? Ой, холодно. Дамочка! 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 Подождите, пожалуйста. Не хотите на машинке прокататься, а? Не хочу. Я на улице не знакомлюсь. А когда ты вот со своей наблюдательностью играешь женщин, таких вот наших, одесских, полных женщин, когда ты вот, это все, самых разных причем. Тебе это удается лучше всех в этой стране, а может быть не только в этой стране. Я тебе сколько раз говорил, чтобы ты был дома в 6 часов вечера, и не позже, кто вам дал право сюда врываться. Что? А, тут тяжелого нет, мины никакой, ничего у тебя не понимает. Молчать! Ты кто такой, ты? Я. Малый командир, береги. Чем докажешь? Ну. Ну, ну, ну. Там. Паоны, псы, лампасы. Значит, все-таки прислали? Так что тут? А-а-а. Фланговые удары? Чувствуется, что прислали. А может, дебилом бы так, фронтально, в лобешник. Тише. Тише учения были. Красавец. Типаев. Просто Типаев. Все мои женщины, последние особенно, ну, понятно же, что они, а, некрасивые, б, у них размер 3ХАЛ, и не очень счастливые, не очень счастливые. На этом высекается и юмор, в том числе. Ну. Так, ты что ли красивых девушек для работы за границей записываешь? Ну. А что? Давай. Ну, что, давай. Ну, записывай меня. Потерпевшая Духовкина. Да. Сейчас мы будем проводить опознание по делу об ограблении. Пройдемте. Я готова. Угу. Городок сразу стал популярным, многонаселенным местом, где в острой, фарсовой, иногда абсурдной, но такой понятной форме проживали два артиста. Жили так открыто, искренне и вдохновенно, что очень скоро стали народными во всех смыслах этого слова. Это был телетеатр на двоих. Но иногда в него пускали старых друзей. Меня выгоняют из театра. Я без денег, весь замызганный, с обшарпанной какой-то биографией, издерганный, ничтожный, казалось бы, никому не нужный. И вдруг Юрий Стоянов говорит, иди сюда, пойдем, поработаем. И он загоняет меня в свою программу. Здравствуйте. Здравствуйте. Моя фамилия Сухоруков. И зная, что я никудышный, зная, что я сегодня неорганизован, не собран, не наряден, никакой, он берет меня и заводит в свой мир. Я вас прошу, сфотографируйтесь со мной на пару. Только один раз. Я на матери хочу отправить фотографию. Она говорит, знаете, что я не женатый. Мне хочется сказать, что у меня есть жена и так далее. Никто не узнает. В Орехову Борисову я прошу его. Ради бога. А у меня есть. Я все приготовил. Вот. Ну вы только улыбайтесь, как будто мы с вами родные. Так. Внимание. Он стал часто звать меня в работу и платить мне деньги, которые были для меня великим счастьем, уникальной поддержкой. Сегодняшний Сухоруков – это, конечно, часть влияния и поддержки Стоянова и его программы. У нас в городке исключительно мужское население. Даже если вы увидите здесь женщину, все равно она – настоящий мужчина. А настоящие мужчины всегда обходятся без дублеров. Правда, не все дубли у них иногда получаются. Я ехаю в бутылку. Да. Потом убираю эту руку. И уже вот тут, и там мы уже потом пловим эту фигню, да? Да. Пишу. Я разделся, чтобы не забрызгал. Я аэродромов запасных никаких не готовил. Абсолютно. Нет. Мне казалось, что... Этот проект вечный. За последние годы ты у меня – это лучшая новогодняя компания. Та же история. Вот так, дружище. И сейчас, мои друзья, когда до Нового года остались считанные секунды, я хочу пожелать нам, нам с собой, чтобы все старое и плохое осталось там, в старом году. Но в старом году осталась жизнь. Городок и все его обитатели. Это был последний Новый год, который они отметили на телеэкране вместе с нами, еще не подозревая об этом. Весной 2012-го станет известен страшный диагноз Ильи Оленикова. 22 октября у него был последний съемочный день, а через 10 дней его не стало. До последнего дня Илья был в кадре, никто ничего не замечал. Илья был прекрасен, у него были полноценные роли. Это говорит о человеке очень многое, что он не... не предатель. Мы были всякими красивыми и безобразными, И люди ржали над двумя смешными рожами. Мы были разными, такими страшно разными, И так похожими, такими, блин, похожими. Где-то, где-то на этой планете, где-то на этом свете, а может потом на том, где-то в тоне горлучики света. Встретятся два силуэта и будут опять вдвоем. Я вижу, ты уже взял в руки свой крутой аккордеон, я знаю, ты себе тайком накапал вал, аккордин, я слышу, рядом твой, но точно это твой одеколон, так почему упоем вдвоем, а голос слышен один. Где-то, где-то на этой планете, где-то на этом свете, а может потом на том, где-то в тоне горлучики света. Встретятся два силуэта, будут опять вдвоем. И когда, когда Илюху хоронили, так получилось, что его отпевали здесь, в соборе, а надо было проехать вот через весь Московский проспект, и мы мимо всех тех мест, где мы с ним снимались, и мы не договаривались, мы ни о чем не просили, и по всему Московскому проспекту, по всему, стояли милиционеры, которые, ну, обеспечивали проезд этого траурного кортежа, и мальчики, ну, совершенно молодые, и пожилые, и офицеры, они все так стояли. Все отдавали честь. Все. Кино Стоянов любил, любит и будет любить, даже несмотря на то, что оно ему очень долго не отвечало взаимностью, да и сейчас не балует, если честно. А началась эта нелюбовь больше 30 лет назад. И на пробуху одного выдающегося режиссера, такого входящего в десятку самых знаменитых в то время режиссеров Союза, я попробовался, наверное, не очень удачно, но сказал, какой-то артист с неопределенной внешностью. А ассистентка по актерам на моей фотографии я держу вот так вот бумажечку, и на ней написано номер 39. С обратной стороны на моей фотографии так и написала пастовой ручкой, а не карандашом. Артист с неопределенной внешностью. И еще кто это сказал. И так она в актерском отделе и легла. Я вас очень прошу, возьмите меня на эту роль. Умоляю, честное слово. Вас? Угу. На роль узурпатора, диктатора, тирана? Господи, боже мой, родной мой, да кого я только в этой жизни не играл. Ну, возьмите, утвердите. Умоляю, честное слово не пожалеете. Да тут нужно дать характер. Вы должны быть не человеком. Вы должны быть зверем. Зверем? Да с этим вообще никаких проблем. У вас есть одна секундочка? Ну, пожалуйста, ну подождите. Сейчас, ребята, сейчас. Сейчас. Да. Прыг-скок. 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 Че ты ржешь? Прыг-скок. Я зайчишка-трусишка. Что это? Ну, как? Вы же сказали, что вам нужен зверь. А я в основном-то зверей и играл. Вот она видела. Я птик-сюк. Зайка? М? Зайчишка? М-м-м. Зайчонок? Да. Зайчик. М-м-м. Но бешеный. Я жалю. Зайчик. Я жалю. М-м-м. Это он. Да. Да. Нерон. Да. И придумывался этот формат, конечно, из любви к кино, потому что все-таки мы тяготели к маленьким фильмикам, а не анекдотам. Фильмикам. И придумывая этот формат, который был рожден от любви к кино, мы тем самым кино отодвигали окончательно. И если до этого нас не снимало кино, потому что оно нас не знало, то потом нас стали не снимать, потому что нас знают. Мы вытаскиваем за собой жанр. Значит, мы вытаскиваем в кадр неоправданные ожидания. Ожидание чего? Того, чему мы научили зрителя ждать от нас смешного. Каждый режиссер, который снял или меня, или Илюшу в некомедийной роли, совершил поступок. И за этот поступок я им всем поименно благодарен. До гробовой доски. Так отчем я могу помочь? Ну ты же артист. Минтов играл? Играл один раз. И деньги тебе нужны? Да, деньги нужны. Очень нужны. Отлично. Только-только переодеться успеем. Сидеть! Не люблю повторяться. Все же повторюсь. Пока не будет дан четкий ответ на все мои вопросы. Отсюда никто не выйдет. По крайней мере, своим ходом. Вопросы повторить. У него, например, есть там «Человеку окна» Моменский фильм, потрясающий, серьезный. Он многоградный. Он везде доказал, кто он и что он. Я не всегда наслаждаюсь, как ты играешь, допустим, положительного, чем что-то серьезное. Серьезное тебе не к лицу. Давай, играй своих полковников. Играй каких-то анек. Играй несчастных. Играй женщин. Сдвигайся от положительного. Уходи от положительного. Будет прекрасно. Похоже, Юрий Николаевич не готов до конца следовать совету старшего товарища. Он сегодня играет и в театре, и в кино роли эксцентрические, лирические, драматические. Особенно любит те, где еще и спеть можно. Что ни говори, но поздно пришла к нему полноценная актерская жизнь. И он играет, поет и наиграться не может. Я так долго не играл, не пел, что как-то у меня все не получается добрать. Не получается. Не компенсируется никак. Свою нынешнюю жену Лену Стоянов встретил только благодаря городку. Вот такая судьбоносная программа. Вот рассказываю. Вот сижу я. Вот сидит Илюша Олейников. Вот напротив сидит Гена Хазанов. Мы сыграли концерт. А до этого позвонила какая-то девушка, сказала, вы знаете, я представляю такую-то фирму, и потенциально наши учредители хотят быть спонсорами вашей программы. И вот так вот мы сидим, я посмотрю на часы, и открывается вот так вот дверь. И стоят две девушки. Одна высокая, вторая пониже. И говорит, добрый день, извините, вот мы договаривались. И все. И я все понял. Неожиданно ты в мою жизнь и мечты помню. Пошла. То, что эта встреча изменит ее жизнь, Лена поняла не сразу. В то время она была замужем. У нее росли две дочери. И тут влюбленный артист. Наверное, страшно было, что артист. Наверное, да, были какие-то сомнения. Было ощущение, что все артисты, ну, это гусары. И поэтому здесь прошел через эту деревню, через стул. Поэтому, наверное, было опасение. Развеял. Сумел убедить. Достаточно долго убеждал. Я считаю, что все это совершенно логично. Вот все, что со мной произошло. Вот как-то, вот как-то, как-то правильно. Вот так должно быть. Есть только одно но. Жалко, что поздно. Вот поздновато. Ну, раньше бы чуть-чуть. Лет на 10 раньше. Если бы это случилось на 10 лет раньше, их общей дочери Кате было бы 25. Но, как известно, в любви, как и в творчестве, поздно не бывает. Он невероятно заводной. Причем заводной, как и в хорошем смысле, так и в плохом. Если его несет, его невозможно остановить. Нервничайте, Юрий Николаевич. Интересно, почему? Я не нервничаю. Не нервничайте? Я совершенно спокойно. А я вам говорю, что вы нервничаете. А я говорю, не нервничайте. Я вижу, что вы нервничаете. Чего ты пристал ко мне морня? Чего ты хочешь? Ты у меня декорацию жирать будешь вот это? Я там мундиром на ясно. Люди, держите, я его мочить буду. Мочить буду тебе. Понял? Вот это называется. Я нервничаю. Это характер. Даже когда все хорошо, все равно будет нервничать. Нервничать у кого-то плохо. А вот почему мне так, а кому-то? Ну, есть всегда какие-то проблемы. Мама, дети, болезнь, собака. Он найдет повод. То есть, дерево упало, как же так? Мы будем стоять и смотреть. Ну, могло уж стоять, а оно упало. Нормально все сказала? Да, отлично. Я не знаю, что вы там говорите. Я не знаю. Как это она сама? И тут надо отдать должное, что у него есть гармония с Леной, с женой. Потому что она его приводит в тихую гавань. Уже седьмой сезон на сцене МХТ идет гоголевская женитьба. Режиссер спектакля Игорь Золотовицкий пригласил на роль Кочкарева, короля бессмысленных, но очень энергичных действий, народного артиста страны Юрия Стоянова. Он прекрасный театральный актер, не получивший того, что должен получить. И я надеюсь, что все его театральные роли еще впереди. Иван Кузьмич! Под колеса! Все эти годы в зале ни одного свободного места. Публика идет на Стоянова. Как партнер Юрий Николаевич, замечательный. Могу сказать, что уже за свой немаленький опыт, я могу сказать, что с ним ни о чем договариваться не нужно. И есть понимание с полуслова. Театр – это розетка. А я вот фен. Он не работает. Понимаете? Ничего. Потому что в кино ты только отдаешь. Ты бесконечно отдаешь. И на телевидении ты отдаешь. Ты почти не приобретаешь. Ты там реализуешь профессию. А так, пришел в театр, спектакль сыграл. И работаешь. Вот по-простому в театр ходишь для этого. Да, он с успехом и удовольствием играет в театре и в кино. Но живет Юрий Стоянов телевидением. Он молодец, что не предает телевидение. Телевидение сделало его Юрием Стояновым. Ну что там говорить. И он не предатель. Он никогда не был предателем. Название нового телевизионного шоу с участием Юрия Стоянова держится в секрете до поры до времени. Это набросок очень хороший. Мы же в нем просто ищем. Но как бы оно ни называлось, он сыграет в нем те роли, от которых мы рассмеемся, взгрустнем и снова рассмеемся. Я уже соскучился. По твоему перевоплощению на моих глазах. Ты это делаешь блестяще. Лучше всех в России. Намного лучше всех. Я дарю надежду всему городу. Как говорил Станиславский. Легче, проще, выше, веселее. Вот, мне кажется, Юра достиг этого уровня веселее. Он очень такой не обаяшка на съемках, Юра. Он ужасно жесткий. Я даже не поругался его, Юр. Ну прекрати так. Ну что это такое? Шаг влево, шаг вправо, расстрел. Так, ну все. Он может, конечно. Он очень ответственный, он очень такой нервный. И все время он хочет, чтобы все было прям вот the best. Но, а так он милейший, образованнейший человек. Еще и на гитаре играет. Это вообще, таких нет. Все, закончили съемки. Дальше эксклюзив. Бенефис, бенефис, бенефис. Как улыбка театра былого. Это с пыльных и ветких кулис Мы стряхнули забытое слово. Это с пыльных и ветких кулис Мы стряхнули забытое слово. Субтитры создавал DimaTorzok